В центре Сеула в эти дни пахнет квашеной капустой. В столице Южной Кореи проходит трехдневный фестиваль ким-чхи. Мероприятие проходит уже в четвертый раз. Как появилась такая традиция и что будет с готовым продуктом, узнал наш собственный корреспондент в Сеуле Владислав Цой. Площадь возле мэрии Сеула стала красной. Цвет фартуков участников фестиваля ким-чхи подчеркивает, что в квашеной корейской капусте много красного перца. А еще есть лук, чеснок и имбирь. Традицию приготовления ким-чхи в 2013 году ЮНЕСКО добавила в список нематериального культурного наследия человечества. В честь этого события в Сеуле ежегодно проходит фестиваль. Старт этому мероприятию дал мэр столицы Пак Вон Сун. Ким-чхи для корейцев всего мира, в том числе проживающих в Казахстане, продукт номер один. Без него невозможно представить себе корейский стол. Капусте в Южной Корее посвящено немало песен. В этой поется о разновидностях этого блюда и о том, что в нем много витаминов. В Южной Корее есть даже музей ким-чхи. В нем сведения о 187 сортах этого продукта. Причем первые упоминания об этом блюде относятся к первому тысячелетию до нашей эры. Для правильной засолки и хранения корейской капусты нужна низкая температура. Поэтому раньше горшки с ким-чхи закапывали в землю. С 1984 года в стране начали выпуск специальных холодильников для ким-чхи. Они вместительны и поддерживают определенную температуру. Сейчас в стране такими холодильниками пользуются 90% жителей Южной Кореи. Общее количество заготавливаемого ким-чхи – 120 тонн. В течение трех дней его будут готовить 4700 человек. Приготовленный ким-чхи будет храниться на складе до 6 ноября. Затем будет направлен во все районы города. Оттуда его направят малоимущие. Ким-чхи помогает корейцам сидеть на диете и бороться с простудой. В период засолки капусты каждая семья готовит на зиму около одного центнера этого продукта. Фестиваль лишь увеличит число поклонников ким-чхи – визитные карточки корейской кухни. Владислав Цой, Ли Санхён, Хабар-24, Южная Корея.